коллеги я вас приветствую у нас сегодня факт по программированию серия вопросов и ответов которые соберете вы за номером уже 24 и сегодня у нас некоторое количество интересных вопросов взгляд а вас же прошу подписаться на канал поставить колокольчик вы получите уведомления я получу свои бонусы связанные с развитием канала вам спасибо и давайте посмотрим какие вопросы у нас на сегодня и так не будем их считать давайте по порядку начнем итак первый вопрос в подходе с и кур с при чтении данных правильно ли использовать и с келью и хранимой процедуры на самом деле нужно немножечко начать самого начала и ответить на тот вопрос для чего и зачем вообще был придумал этот самый секур с на самом деле это всего лишь разделение записи в базу данных и чтение база данных и понятно почему потому что запись занимает больше ресурсов а чтение немножечко поменьше для того чтобы это разделить как раз вот этот самый секур с и был придуман это не больше не меньше как все просек у вас это все соответственно давайте развеем еще некоторые мифы я видел очень много статей на самом деле по этому поводу которые говорят так или иначе что такое секур с и как его использовать и какие мифы люди в его вкладывают и в общем там почему его использовать можно но не строить иллюзии и в общем то давайте тогда вот по такому принципу пройдемся и так как вы знаете есть такая штука называется википедия и там статья который описывает этом она занимает не больше двух минут то есть изучить этот паттерн не потребуется более двух минут секур с это не панацея от всех проблем то есть не получится у вас реализовать секур с или использовать этот подход это всего лишь подход причем не высокого уровня мы поговорим которые помогают вам определенные проблемы производительности решить по части разделения записи чтения все секур с это не и вен сорсинг не надо путать эти понятия секур с не требует шины сообщений то есть мы с очки очереди сообщений ему не нужны это всего лишь подход на разделение дальше секур с вообще никаким образом не связан с дидиди из думаем древен дизайн вот просто от слова совсем дальше секур с не является архитектура верхнего уровня это всего лишь подход к разработке доступа к базе данным если хотите и секур с отсюда не является основополагающим принципом который может каким-то образом изменить вашу архитектуру или там что-то поменять грандиотно большое это всего лишь простой паттерн который на самом деле абсолютно не новый который давным давно придумали и с целью разделить записи опять же повторюсь и чтение в базу данных но и над понимать что секур с это подход такой знаете он как бы обстрагированный до от кода то есть вы не пишете от этого лучший код потому что вы просто пишите запросы в одну сторону и на чтение а запросы на запись в другую сторону но от этого сами запросы не меняются ну и еще есть такая штука что не сделать ваш прыжок выше в общем на разных сайтах особенно англоязычных там разные приводятся трактовки вот этого вот вопрос в том числе и что секур с из ноты вайф то есть это не жена на который можно в общем положить то есть это всего лишь подход который разделяет записи чтения соответственно отвечая на ваш вопрос очень просто до с келью можно и даже нужно использовать при подходе секур с потому что секур с это производительность то есть это решение проблем производительности и на чтение соответственно вьюшки будут работать быстрее я думаю что ответил на ваш вопрос давайте перейдем к следующему вопросу и звучит он следующим образом рисуете ли вы перед написанием нового кода юмэль схемы насколько вообще навык их создания необходим среднему разработчику вопрос интересный на самом деле но если говорить про среднего и я буду предполагать что это вы имели ввиду middle также будем говорить про джуниор синьор и тимлид смотрите на первоначальном уровне нужно научиться разрабатывать но тем не менее знание и понимание как работают схемы и вообще в частности умель схемы хотя нет давайте немножко по-другому поступим и так умель схемы это на самом деле язык умель это унифайд модель инглейнвич то есть унифицированный язык мы для моделирования а моделирование может быть очень разным в общем перечисляется порядка там 15 там 20 категорий где может применен этот язык частности вот я выделил для объектного моделирования и для бизнес моделирования надо понимать что когда вы пишете код вы описываете какие-то бизнес-процессы хотелось бы сказать что вот это вот основополагающая штука которая будет использоваться в вашем коде вы описываете бизнес-процессы для того чтобы его правильно описать желательно понимать как он работает и есть специальный язык который для этого предназначен называется бизнес-процесс моделл антнотейшн bmpn и он как раз позволяет очень подробно и качественно описать вот этот вот поведение вот эти вот процессы бизнес-процессы те которые вам нужно заложить в код вот перед вами собственно схема которая показывает как эти процессы должны работать менеджер продажа покупатель все описано в какой четкой временной интервал давно должно происходить и вот это вот гораздо больше и полезнее просто рисовать юмэль надо понимать да юмэль бывает разные у него это язык а то что им можно писать это соответственно нужно как-то вот использовать самый близко к этому я уже сказал bmp этот вот на бизнес-модул модул как бизнес-процесс моделл натейшн прошу прощения вот и если джуниор понимает как читать эту схему ему будет проще выполнять задание если мидал понимает как читать эту схему и возможно каким-то образом добавить ее или что-то там изменить это тоже удаст плюсы если синер умеет рисовать эти схемы и может выслушать там тимлида или например своего непосредственно заказчика project-менеджера не знаю еще кого-то кто него там над головой стоит и нарисовать такие схемы а потом на основании этой схемы нарисовать и объяснить собственно гостиниру да ой смысле джуниру да там младшему разработчику или мидлу что нужно сделать это тоже в общем-то даст некоторые плюсы причем эти плюсы в некоторых моментах могут быть очень большими можно абстрагироваться от написания кода и нарисовать прям схему взаимодействия ваших бизнес-процессов которые в общем-то потом проще будет описать в коде важно в том важно понимать в то что в разных организациях разных компаниях это требуется или нет в некоторых для тимлидов например это обязательные условия прямо на работу и чем раньше вы с этим столкнетесь в любом случае это точно минусом не будет итак давайте перейдем к следующему вопросу где хранить строки подключения логин и пароли но если мы говорим про допустим систему используют на это корр то все уже придумали за нас нужно просто брать и пользоваться если вы имеете ввиду какую-то другую систему то напишите в комментариях возможно мы в этом следующий раз поговорим подробнее если говорить про из пойдут над корр то надо понимать что уже microsoft над этим поработал и есть специальное так называемое хранилище секретов которые в общем-то позволяют включить хранилище секретов и будет гарантировать что ваши секреты никуда не вылезут как это работает есть учетная запись процесс или компьютер который закрывает вашу учетную запись и то есть вы знаете да что для того чтобы зайти в компьютер нужно ввести логин пароль и этот пароль уникальный этот учетная запись уникальная ее нельзя перегенерировать даже если удалите создать учетную запись таким же логином и допустим паролем то это будет абсолютно новой учетной запись в общем microsoft хорошенечко подумал про безопасность и вот этот вот хранилище секретов которые собственно говоря можно включить в используют над корр она предполагает использование вот это вот механизма когда вы создаете специальный секрет который не передается в гид ну если вы складываете в систему контроля версий а единственное что получается вот всех юзер секрет айди давайте так вот покажу юзер секрет айди попадают в проект и всего лишь какой-то гуит который хранится допустим в системе контроля версий но реальный секрет лежит в вашем проекте и он подключается моменте запуска допустим дебага да как это делается в других вариантах в общем то так или иначе вы это публикуете на какой-то продакшен где вот этот секрет подставляется в папе на кент момент публикации и в общем то подставляется правильное значение там строку подключения например базе данных что же грит про континью с интегрэйшен и континью с деливерись а и сиди то там не используются немножко другие механизмы это лежит на стороне системы публикации ну например github action сможет подменить ваши секреты храня секреты в самом гите в специальном месте где требуется там специальный доступ и просто так туда никто не залезет то есть если ваш гид могут посмотреть то есть source код исходники то секреты пользователь который зашел смотреть ваш код не увидит ну и в общем то вот это все так или иначе работает вокруг такого принципа секреты хранятся отдельно в каком-то специальном месте в учетной пользовательской записи или в секретном месте там гитхаба гитлаба в конце концов а подставляется они в процессе публикации но уже в нужное место и в общем выкладывается собственно гряна в контейнеры или там хост более того в самом контейнере допустим на линуксе и на windows контейнеры существуют такие же места такие же юзер секрет которые на пользователь никогда не имеет доступ потому что они закрыты дополнительным доступом в отличие допустим от ищите мельного кода или там до кому-нибудь брос там http чтобы посмотреть какие файлы лежат у вас там чтобы допустим открыть webconfig это тоже закрывается то есть все уже придумали за нас нужно просто брать этим и пользоваться и в общем наверное вот так вот наверное все вам хочу сказать спасибо за то что смотрите за то что комментируете присоединяйтесь к нашему сообществу допустим в телеграм или фейсбуке все наверное пишите правильный код а а Субтитры создавал DimaTorzok